Ну, я думаю, что процесс производства сельхозпродукции пока коронавирус не влияет. В совхозе происходят плановые работы. Сегодня в понедельник проходил техотнический осмотр всех тракторов и сельхозмашин. И когда там был 74 трактора и комбайна и сельхозмашины, уже прошли техосмотр, замечаний не было, инспектор доволен. Только у одного трактора нашли люфт в рулевых тягах. Ну, я думаю, что это устранение. Сегодня техосмотр прошел, некоторые уже поехали в поле. Но основная масса полевых работ, если, конечно, погода позволит, начнется завтра. Потому что тут у нас много факторов, которые накладываются, обещают сильный дождь. Если дождь будет, то, естественно, мы не выйдем. Работы еще достаточно. Раньше мы устраивали собрание, перед началом, потом в конце объявляли, что будет премия. Значит, лучших награждали. Поскольку сейчас это нельзя сделать, скопление людей, это опасность. Поэтому каждый в своем тракторе близко друг к другу не подходит. Ну, насколько это возможно. Поэтому идет простая, обыкновенная работа. Конечно, сложности. Вот сейчас пропуска ведут. Мы пока не понимаем, как, казалось бы, машины, у которых написано в путевке, что это совхоз имени Ленина, что это цель-косводопередия. И зачем пропуска? Путевку проверил и отправляет. Потому что у нас груз-то какой. Либо семена, либо саженцы, либо продукция переработки. То есть, та продукция, которую нельзя запретить ввоз в Москву. На заводе переработки продолжается. Разливаем воду. Сегодня завезли очередную партию нестандартной моркови на переработку. Где-то 23-25 тонн в день мы пюре производим морковного. 45 тонн в пятницу было разлито воды. И сегодня тоже 60 тонн разольем. То есть, мы же не можем оставить производство. Скажем так, магазины работают, они должны быть заполнены продукцией. В плодоводстве сняли весь акрил, тоже идет подкормка, подготовка к будущему урожаю. Голубику формируют молодую, обрезают. Поэтому работы не останавливаются ни на день. Другое дело, конечно, все в масках, все ближе, чем два метра друг от друга. Единственное, что нас беспокоит, это, конечно, то, что мы, например, в продаже саженцев пока остановились. Почему-то власть приняла решение, что саженцы — это не товары первой необходимости. Хотя я считаю, что это абсолютно неправильно. И поэтому нам пока не удается. Мы организуем онлайн-торговлю вот этим посадочным материалом, семенами, рассадой, саженцами. На самом деле нам нужно разрешить, потому что тут никакой скученности людей нет. По садовому центру все ходят отдельно друг от друга, все в масках. Ну, должны ходить. Поэтому пока мы онлайн-торгуем и доставку осуществляем. Либо люди приезжают, забирают свой, скажем так, заказ. Но если в ближайшее время не разрешить торговлю посадочным материалом, семенами, рассадой, то многие огородники и личные подсобные хозяйства могут остаться без продуктов первой необходимости, без еды. А у нас же очень много овощей, картофеля, ягод производится на личных подсобных хозяйствах, на дачах, в садоводческих товариществах. Поэтому мы обратились к руководству области с просьбой разрешить нам торговлю. Пока ответа нет, но я думаю, в ближайшее время разберусь. Мы же предприятия непрерывного цикла, мы не остановили работу. Есть сложности, они связаны больше даже с курсом доллара, евро, потому что все, что мы покупаем, к сожалению, это во многом зависит от курса. Вторая часть, это, конечно, проблема с соляркой, бензином, потому что, к сожалению, цена растет. Это единственная страна в мире, где цена на горючие и смазочные материалы выросла или продолжает расти, хотя во всем мире цена упала из-за цены на нефть. А это довольно сложно пережить. Кстати, удобрения, яды, химикаты тоже подорожали, по тем же причинам цены. Хотя у нас удобрения вроде все у нас производятся, но они же смотрят на мировые цены и на курс. И, к сожалению, тоже происходит повышение. А вот вторая часть, это когда затруднены рынки сбыта, когда, например, средний и мелкий предприниматель, который не работал с сетевыми магазинами, оказался выброшенным. Потому что как только власть запретила торговлю на рынках, на улице, на ярмарках выходного дня, сразу же кто пострадал? Прежде всего, мелкий и средний производитель, для которого вот эти покупатели мелкие, которые торгуют на рынках, они были основными. Я абсолютно убежден в том, что закрывать ярмарки, рынки и все остальное было не нужно, да и нужно их срочно открыть. Потому что это такой же магазин, только под открытым небом. Ну, нарисуйте, скажем так, полосы по полтора-два метра, скажите, как нужно торговать, ну, какая разница, куда пойдет за помидорами человек или там за земляник на рынок или в магазин. Все равно ему нужно этот товар купить где-то. Поэтому чем больше точек торговли, тем меньше скученность. А если ты закрыл, ну, скажем, половину торговых точек, то другая половина, все, люди же не перестанут есть, они все будут ходить там и покупать. Поэтому тут надо просто корректировать, признавать ошибки и исправить их быстро. Мы сейчас тоже готовимся к этому сезону нашему, через два месяца у нас начинается главный сезон продаж земляники. Но это как мы торговать будем пока неизвестно, потому что пока торговля на улицах запрещена. Ну, мы надеемся, что мы найдем какой-то компромисс с властью и свою продукцию все-таки продадим. Потому что ее еще надо собрать. Это же тоже есть проблема. Количество вот этих вот людей, которые приезжали к нам на сезон, на два, то есть на два, на три месяца, уменьшилось очень серьезно. А вот как мы будем москвичей приглашать, учитывая то, что теперь на сегодняшний день не карантин, а самоизоляция, пока неизвестно. Ну, во-первых, теплая погода может нанести непоправимый удар коронавирусу, то есть вирус должен каким-то образом уменьшиться. Второе, я надеюсь, что все-таки мы справимся с этой заразой. Ну, и будем приглашать людей, как обычно, на сборы. У нас в лучшие времена до трех тысяч человек москвичей работало на полях, собирало землянику. В будет appropriate. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...